Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы начали интересный разговор, и уже две передачи к ряду мы разговариваем на тему того, как читать, зачем читать и что читать. Говорим мы об этом с нашим гостем, заведующим библиотекой Самарской духовной семинарии, с отцом Сергием Кридичем. Здравствуйте, отче! Мы в прошлый раз поговорили о интересных вещах. Я вот хотел, но мне уже время не позволило резюмировать, потому что, конечно, у телезрителя, который слушал вас, слушал читаемые вами книги, все равно встает вопрос. Мы же вот утилитарно, к сожалению, заточены, утилитарно мыслить, как, каким образом меня вот эти конкретные вещи, которые вы читаете, приблизят к пониманию Бога или приблизят в отношениях с Богом. И я хотел вот сказать, ну, просто чтобы перекинуть мостик из предыдущей передачи. Опять же, у вас своя профдеформация, у меня своя, когда-то кандидатскую я писал на тему аскетизма и интересовался темой аскетики. Вот у мистиков есть интересное понятие так называемого первого созерцания, когда тебе нужно научиться созерцать предмет в его объективной данности. Ну, то есть, если говорить проще, мешают человеку, как правило, во встрече с другим человеком или во встрече с Богом или во встрече с миром, мешают те мысленные конструкции, те мысленные представления и та внутренняя мыслительная болтовня, непрекращающийся внутренний диалог, который у нас постоянно в голове, вот, и который у нас царят об этих предметах, об этих людях, об этих отношениях и так далее. И вот аскеты говорят, что нужно очистить свою голову от мыслительного мусора. То есть, когда ты эти колодцы, заваленные своими представлениями о тех или иных явлениях, расчистишь от постоянного вот этого внутреннего, внутренней болтологии, ты увидишь предмет в его объективной красоте. Ну, или то, что тот же Бальтазар называл созерцание формы. То есть, когда мы учимся наблюдать за красотой этого мира, и вот в этом созерцании или в этом наблюдении за красотой мы максимально отвлечены от себя и максимально отвлечены от своих представлений о том или ином предмете, мы заняты собственно самим предметом. Поэтому вот это чтение, когда ты вдруг способен дистанцироваться действительно от себя и пойти за некоторой логикой, за некоторой описательной практикой автора, крайне полезно в том числе для тренировки ума. Вот я что хотел сказать в прошлый раз. Но я в прошлый раз проанонсировал, что будет какой-то интересный разговор, неожиданный от священника, неожиданный от заведующей, от заведующего библиотекой Самарской духовной семинарии, все важные слова, вот, что будет какой-то репрезент жанра, вот, который отец Сергий Кридич рекомендует посмотреть обязательно, познакомиться и под каким-то углом для себя его открыть. Ну, тут, во-первых, признателен за вот тот мостик, потому что, ну, трудно действительно удержать в памяти, опять же, в наш век, где надо все успеть и все, знаете ли, вот, превозмочь и порешать. Вот, вот, все-таки тоже мысли иногда приходят в процессе обдумывания, когда все это проговариваешь, там, например, на лекции. Тоже такой интересный момент, что, вот, можем ли мы что-то делать медленно, и можем ли мы себе это позволить, это является, ну, если угодно, один из маркеров свободного человека. То есть это мы можем взять в любом жанре, ну, например, Аристотель, когда он создает свою школу, да, вот они перипатетики, потому что они неспешно прогуливаются где-то, и Аристотель, собственно, читает им лекции на ходу. То есть они прогуливаются, получают удовольствие от созерцания, получают удовольствие от нахождения вот в этом чудесном месте, и при этом еще и слушают неглупого человека. И при этом они тренируются быть в моменте здесь и сейчас. То есть вот то, что нам чаще всего, да, мешает, это когда мы читаем, например, книгу, и должны быть в книге, но наши мысли о покупке мяса на рынке, о походе, не знаю, для сдачи экзамена куда-нибудь в университет, и плюс еще у нас продолжается диалог с уже несуществующим кондуктором трамвая, с которым мы вчера поругались, и так далее, и так далее. Ну, то есть в этом случае действительно мы опять заметим через очень такие отдаленные вещи, но опять мы возвращаемся к Евангелию. Вот это очень важный момент. То есть я еще раз пропою свой припев, который пел нашу позапрошлую встречу, и в эту, и в прошлую, а в эту еще не пел, о том, что главная книга – это Библия, и вот после того, как мы регулярно читаем Библию, и после того, как мы регулярно читаем святоотеческие толкования, посещаем храм и причащаемся, то вот мы уже, то есть если мы этого не делаем, то мы, в общем-то, и не христиане, не надо пребывать в заблуждении, что если человек не воцерковлен, не живет церковной жизнью, не участвует в таинствах, читай, не читай, хоть сирийских мистиков, хоть новейшие переводы Ефрема Сирина, хоть зная разницу между Исааком и Евремом Сириным, не будет прогресса. И вот это, дерзну сказать, возвращает нас не только вот к… Ну, то есть в Евангелии теологическое, конечно, тоже есть, богословское, но есть и много общечеловеческих. Когда Господь ставит дитя посреди собрания апостолов и вот всех, кто пришел, и говорит, будьте как дети, а, собственно, вот толкование в том и состоит, что ребенок, он как раз-таки здесь и сейчас. И вот нам приходится себя втаскивать вот в это состояние, потому что мы либо действительно заканчиваем какой-то спор, вот мы там с кем-то до сих пор ругаемся или там что-то вспоминаем, или наоборот мы живем в будущем, что я не живу, я существую, а живу я вот на две недели в All-Inclusive, ради которых я весь этот год работал. И вот тогда я живу, но и там человек тоже не живет, потому что он пытается себя дурманить громкой музыкой, возможно, алкоголем, возможно, каким-то, ну, в конце концов, даже если мы просто переели, это тоже нас ввергает вот в другое состояние. И там тоже он, получается, не здесь и не сейчас, а вот где тогда. И нам приходится себя втаскивать, в том числе и через вот умение последовать за автором. То есть начинается это все, конечно, с тем, что мы как вот эта самая взлозданная лошадь, может быть, мальчику интереснее было бы, чтобы там, я не знаю, детка за репку, бабка за детку, и там пришел еще сосед, и пришел еще... Ну, там вот, ну, просто жесткая такая вот последовательность, и обязательно в конце должна быть мышка. Вот-вот-вот никак. И колобок тоже, понятно, чем кончится, да. Но, с другой стороны, умение отправиться вслед за красной шапочкой без анализа, потому что как только включаем голову, вот это вот волшебство рассыпается. Мы уже не там, мы уже не в сказке, мы уже... Так, мама знает, что в лесу волк. Мама не берет свою маму, бабушку красной шапочке к себе. То есть она хочет, чтобы ее сожрал волк рано или поздно. Она, собственно, дочь отправляет туда, где волк, не дав ей никакие... Еще и подсветив ее красной шапочкой. То есть там мама хочет смерти и бабушки, своей мамы и собственной дочери. Давайте поговорим об этом. Правдивая история красной шапки. Ну и вот это как раз, когда мы себя втискиваем, себя впихиваем. И вот действительно, это вполне себе такое упражнение. Потому что Евангелие недаром употребляет Господь в своих проповедях вот эту метафору закваски, которая вот нас меняет. И поэтому надо читать каждый день, надо читать в первую очередь Евангелие, надо читать толкование святых отцов, надо читать качественную литературу. А давайте уже к ней перейдем. Что за жанр-то? Ну, во-первых, это, конечно, добротная фантастика. То есть фантастика, она нам предлагает очень много таких гипотетических ситуаций, в которых мы можем увидеть себя или, по крайней мере, расширить наш жизненный опыт. Потому что вот над этим я не думал, а теперь давайте вот мы над этим подумаем. У нас вот когда-то в свое время, где-то в начале, может быть, 90-х, в середине 90-х был, то есть все книжные развалы, которые были, они были переполнены дешевыми... Попадамскими сериями. Да-да-да, билетристическими какими-то детективами и фантастикой. Вот давайте сориентируем наших зрителей. Давайте разграничим, действительно, вот от этих... Да, всякая ли фантастика одинаково полезна? Нет, конечно, нужно тщательно следить. Ну, то есть есть блестящие образцы жанра, например, как Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. То есть там умение рассказать, умение заинтересовать. Как вы помните, да, он начинается все в музее. Видите вот это маленькое отверстие на латах? Ну, вот как вы думаете, а это я сделал. Я стрелял, и всем-всем интересно стало, а как же вот ты здесь? И вот, и это, кстати, тоже такой, если угодно, момент столкновения двух мировоззрений, что не надо проецировать наши установки и ценности на установки и ценности людей, живших вообще в какую-то мифологическую эпоху. Но за этим нужно охотиться, опять. Нужно быть читателем другого типа, который идет завтра, чтобы поохотиться. Не которого взнуздали и ведут. На кого любит еще поохотиться, отец Сергий? То есть в этом случае это, конечно, Саймак. Вот у него есть сборник «Город», тут есть подзаголовок «Механическая цивилизация», потому что человек уже не легчает, ему же надо успеть, ему надо за пять секунд понять, будет он это читать или нет. И поэтому берется и такой подзаголовок, который должен его соориентировать. Тоже интереснейший момент. Я потому и начал с Аристотеля, что у человека банально нет времени. Вот если есть время на тихую прогулку, то значит у человека все хорошо. Он не бежит с работы на работу и на подработку. Он не забирает одного ребенка, чтобы добежать до дома и там взять второго. Он имеет возможность неспешно прогуливаться. То есть это, казалось бы, такая примитивнейшая вещь. Но вот опять же читать для себя, не прочитывать горы литературы, потому что я пишу диссертацию, потому что я сдаю кандидатский экзамен по языку. Ну и вот, собственно, мы берем и смотрим. Отче, а прежде чем, собственно, к книге, давайте для наших телезрителей разъясним разницу между фантастикой и фэнтези, и что привлекает и в том, и в другом жанре. Я знаю, что вы любите это и в другом. Хорошая фантастика, она создает ситуацию, в которой мы впадаем в какие-то этические коллизии. То есть если этики нет, то, в общем-то, и произведение, оно такое... Ну, в смысле, пыщ-пыдыщ, это, конечно, здорово, но, с другой стороны, после него не остается. Вот, как ни странно, в «Войне кольца» есть там про надежду, про то, что есть государство. Вот, наместник Гондора, он должен уступить, потому что он вместо блюститель, или все-таки он уже давно здесь, и вот тут... Ну, то есть, или вот это вот чудесное у Гендальфа, тот, кто защищает право от бунтовщика, не должны бунтовать, и вот... То есть это уже совсем не та история, это то, что выходит из рамы, выходит из переплета и предлагает нам тему для размышлений. А вот попаданцы, они... Ну, то есть давайте... Да, спасибо за вопрос. Классический критерий – это ориген. Ориген, который вошел в историю церкви тем, что систематизировал переводы священного писания, он как раз обратил внимание на уровни смысла. То есть самый простой уровень смысла – Моисей в пустыне видит горящий куст, возвращается, и, конечно же, у нас нету ничего общего с Моисеем, потому что мы не в пустыне, мы не получали образование при дворе фараона, мы не говорим по-древнеегипетски, то есть, ну что, это совершенно не про нас. И географически, и хронологически, и культурологически между нами огромная пропасть. Но, с другой стороны, есть же и другие уровни смысла, когда иудеи уходят из плена, уходят в свободу, они ропщут, потому что… И тоже нету ни одного лишнего слова, там было у нас, значит, и горькие травы. То есть, как это? Вы свободу променяли на горькие травы? И вот это вот, то, что на другом уровне. Это вот поэтому, кстати, и есть разница между, например, желтыми детективами, где просто есть одна линия, которая размотается до конца. Мы узнаем, кто убийца, и все, мы к этому не вернемся. И есть то, что еще претендует на двойное дно, как, например, Честертон с его отцом Брауном. Это не только детектив, который будет распутан, но еще и некая проповедь, упакованная в этот детектив. Поэтому, конечно, фантастика не пыщ-пыдыщ и пиу-пиу, не про то, как рухнула на Бибереву летающая тарелка. Ну, то есть, фантастика – это про научное… Серьезная фантастика, она ведет нас к этическим проблемам. А фэнтези? А фэнтези нам сообщает просто один уровень, за которым следить не особо трудно, и в который не надо вчитываться. То есть, попаданец, опять же, классический. Но при этом вы упомянули Гендальфа, Властелина колец. Это фэнтези, фэнтезийная история. Это хороший жанр фэнтези. То есть, опять же, есть хороший детектив, есть плохой детектив. В целом, детектив такой средний, он уже такой бульварный. Да, то есть, бульвар, мы прогуливаемся, мы забыли эту книгу на лавочке, мы к ней не вернулись, и ладно. А вот если мы на лавочке забыли что-то, что действительно хочется дочитать, мы бросаемся и бежим обратно, чтобы это все скорее-скорее опять... Ну, давайте вернемся к Саймаку. Ну, собственно, вот да. Где он... То есть, я выбрал этот сборник, то есть, опять же, я не предлагаю вам найти ровно те книги, которые мы с вами цитировали. Я предлагаю посмотреть на форму. Есть литература, которая интересна слогам, который создает миры, и есть литература, которая предлагает нам фантастические истории про то, что не про нас, но, с другой стороны, она нам предлагает подумать, а что вот было бы, если бы. То есть, в конце концов, когда уже начнется постчеловечества, то будет поздно реагировать. Надо реагировать заранее. Ну, и, собственно, вот предисловие, просто избранные моменты, и посмотрите, как он обрисовывает задачу, которую перед собой ставит, и как он изящно от нее потом отказывается в одном предисловии. И он знал, что читатель сначала будет читать предисловие, и специально это все расположил рядом. Город был написан в результате крушения иллюзий. Возможно, людей, подобно мне утративших иллюзий, не так уж много, но они должны быть. Город не был задуман как протест. То есть, я перескакиваю через страницы целые. Что толку от протестов? Это был поиск фантастического мира, способного противостоять миру реальному. Кто-то назвал этот сборник обвинительным актом человечества. Ну, то есть, опять же, найти созвучие. Вот такой мизантроп читает все это дело. Ну, как, например, популярность, рисунг сказать, города грехов. Там никого не жалко. Там любой удар точечный. Там нету положительных представителей. Город грехов имеется в виду фильм? Ну, Син-Сити, как комикс, черно-белый, по которому был снят той же сирийской черно-белой фибилии. Если кто, значит, понимает жанр, то, конечно, в Вархаме 40 тысяч. Опять же, такая целая вселенная, где, в общем-то, нету положительных персонажей. Просто нет. И бесконечная война. То есть, иногда, иногда тоже запрос, что весь мир это... Почувствовать автора, который созвучен тебе. У меня были и есть причины предъявить человечеству обвинительный акт. А в то время я думал и не раз говорил друзьям, что населил свою землю псами и роботами от того, что потерял веру в человечество и в его способность жить в мире. Приговор, конечно, суровый. Казалось бы, теперь, по прошествии стольких лет, я мог бы его смягчить. Но, честно говоря, не вижу оснований. Дальше. «Ничего дурного в технике, как таковой, нету. Дурно лишь наше безумное увлечение ею. Мы обожествляем машины, и в каком-то смысле мы продали им свои души». И чтобы, опять же, не спойлерить, там как раз будет целый... Ну, здесь несколько рассказов, и они очень такие короткие и очень простые. Но, с другой стороны, когда последний абзац переворачивает вообще все, вот это и есть мастерство. Ну, чтобы, опять же, спойлер был минимально болезненный, это вот, давайте обратимся к русской классике. Это Чехов, это Ванька Жуков, который пишет письмо. «Мы с ним идем по всем его коллизиям. Взяла селедку и стала ей наимордой мне в харю тыкать». И вот эти бесконечные унижения мальчишки, за которого некому заступиться. И он пишет «На деревню дедушку». И мы понимаем, что письмо не дойдет, и у нас это детонирует еще раз. И как я встречал, значит, разбор, где я предлагал еще следующую интерпретацию, что это письмо Богу, и Бог его, конечно, заберет из всего вот этого. И у нас третий раз детонирует вся вот эта коллизия. То есть это как раз последний абзац берет и все это переворачивает. И там как раз, значит, живет дворецкий робот. И вот что бывает, если на робота свалить решение этической проблемы. То есть робот – это функционал. И герой попадает в ситуацию, когда он все в коллизиях, в коллизиях, в коллизиях, в коллизиях, и из-за него внезапно решает робот, так что он даже сам не понимает, как это вышло. Какого года? Так, это что-то вот около 50-х, что ли, давайте посмотрим. Вот я… То есть это вот только что кончилась Вторая мировая, и вот он разочаровался в человечестве. Да, все, что касается научной фантастики, меня всегда поражал пророческий дар автора, ну если это настоящий автор, что насколько он прозревает, как ему тогда кажется, некое очень далекое будущее, но как это далекое будущее настолько недалеко, что вот мы сейчас же прямо обсуждаем эту тему. Отдать ли роботу полную, там, скажем, свободу принятия решений? Может ли автор выписать штраф за превышение скорости? Да. Соответственно, есть коллизия, что обязательно должен быть человек, который проверит решение камеры, и всегда подпись должна быть конкретного сержанта, лейтенанта, ну, какого-то из младших чинов, потому что понятно, что старшие этим заниматься не будут. Или же все отдать на самотек. Или как большой соблазн прокурора искусственного интеллекта, которого не подкупить. Что мы предложим искусственному интеллекту? И он тогда будет решать, и будет эра справедливости, а хотим ли мы этой справедливости? Вот мы говорили о сфере. И движение по этой схеме, да, когда расчеловечено, человеческое. Да, да, да. Но сферу Игерта мы разбирали отдельно. Вот давайте вернемся, опять же, к классическому. И заметим, он населил землю псами и роботами. Ну, что за бред? Ну, либо это эволюция органическая, и тогда действительно там разумные собаки, Вавилон 5, и все формы жизни. И вы спросите, где здесь христианство? Терпение и спокойствие. И роботами, да? И меня больше всего беспокоит, что под влиянием техники наше общество и мировосприятие теряют человечность. И вот тогда этого еще не было, но мы уже сейчас говорим о постчеловеке. То есть, когда, опять же, просят, вот из личного опыта просили меня прочитать лекции для курсов повышения квалификации клириков Самарской митрополии, ну, то есть, Владыка благословил участвовать, сотрудничая с педуниверситетом, и там был вопрос современной нравственной богословии о состоянии человека. И вдруг оказалось, что современное нравственное богословие, оно должно говорить не об аскезе, а то вот как бы хорошо было бы поговорить о мистиках, о том, как вот первое созерцание, как там выход за пределы и все такое. Но оказывается вдруг, что человек утрачивает человечность и с человеком стремятся покончить. И мне кажется, что как раз вот будет одна из последних битв перед самым вот апокалипсом, не в плане столкновения техники и оружия, а в плане вот мировоззренчества. Должен ли человек оставаться человеком? То есть, во-первых, что он может отдать, что решаясь за меня, а что не может? То, что нам, к примеру, искусственный интеллект подбирает рекламу, которую мы видим, это хорошо или нет? Но, с другой стороны, если я интересуюсь книгами, наверное, не надо мне предлагать бензопилу на 12 скоростей. То есть, пусть он это учтет. А с другой стороны, а в каком-то моменту у меня останутся только книги, и вроде как это разве ж мой выбор. Дальше. «Правда, хотя мои представления и составили философскую основу рассказов, я вовсе не уверен в том, что все они сбудутся. Я был бы разочарован, если бы они сбылись». Это как раз к вашей реплике о том, как же они видят. «Я был бы разочарован, если бы они сбылись, поскольку как тогда, так и теперь, полагаю себя, отнюдь не предводителем на белом коне, но сочинителем развлекательных историй». Вот, 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 вот. То есть, вот про Шекспира, да, и вот, значит, две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, и вот, значит, их коллизии составят, на два часа составят существо, разыгрываемые пред вами драмы. Ну и? А вдруг оказывается, что эта история немножечко и про всех про нас. И человек сознательно пафос убавляет и говорит, «Я всего лишь рассказываю истории, вот, и давайте посмотрим». «Перечитываю город, я не стыжусь своей работы. Какой-то абзац кольнет порою глаз, сейчас я написал бы совсем иначе». Но это быстро проходит, ведь я понимаю, что сегодня вообще я не написал бы такую книгу, потому что для ее создания необходимо было особое сочетание условий, и пусть даже причины, поводившие меня к созданию этих историй, живы и поныне, а взгляды мои по существу не изменились, но непосредственный творческий импульс канул в прошлое». То есть, заметим, автор нарисовал вот, вот, в том и дело, что вот эту коллизию, я же говорю, что я хочу предложить магистраль. Вот в этом и разница, что на самом деле хороший детектив, он ставит этическую проблему. То есть, а стоило ли убивать старуху? А правомерно ли вот так вот вмешиваться? И когда обе стороны в известной степени правы, вот там появляется этика, потому что, как бы сказать, при вопросе «спасти ли младенца?» никаких вопросов на самом деле нет. Спасти младенца. А вот спасти младенца или его мать, спасти младенца или амурского тигренка, которых осталось всего пять штук на всю галактику, и вот тут уже начинаются столкновения. И вот пытаются, значит, сразу же. Перед вами предания, которые рассказывают псы, когда ярко пылают огонь в очагах и дует северный ветер. Вот то, что мы развирали в нашу первую встречу, о том, как логос, как слово творит мир. «Семьи собираются в кружок, и щенки тихо сидят и слушают, а потом рассказчика засыпают вопросами. А что такое человек?» – спрашивают они. Или «Что такое город?» Или «Что такое война?» И вот оно уже началось. То есть почему-то остались псы, роботов еще нет. И щенки спрашивают. И вот дальше. «Сколько сказителей вынуждены были прибегнуть к избытому объяснению?» Дескать, это все вымысел. На самом деле ни человека, ни города никогда не существовало. И кто же ищет истины в обыкновенной сказке? Сказка должна быть увлекательной, и все тут. Возможно, для щенков достаточно такого ответа, но мы не можем им довольствоваться, потому что и в обыкновенных рассказах сокрыто зерно истины. Предлагаем мы вам цикл из «Восьми преданий». Ну, это уже спойлер, что рассказов будет восемь, да? Какая идея цепляет конкретно отца Сергия? Ну, как раз-таки вот эти вот этические коллизии. Во-первых, технический прогресс, и когда мы оставляем этическое решение механизмам. Во-первых, почему мы это делаем? То есть вот человек, который сейчас вынужден ориентироваться в самых разных областях. То есть, например, а что вы думаете с тем, что вот Хутту опять геноцидят Туцци? Вот Сергей Радонежский в эти коллизии не впадал, потому что он об этом просто не знал. С другой стороны, вот я чувствую беспокойство, и опять же, к вопросу о медленном чтении, представляете, какую новизну предлагают, представляете, какую неслыханность человеку предлагают, когда вот он приходит в храм с беспокойством, и как раз-таки миссионеры-проповедники говорят, а вы проведите весь день в молитве. Просто никаких гаджетов, никаких... То есть не надо увольняться с работы, не надо уезжать в швейцарские Альпы, не надо забираться на маяк с запасом еды на месяц. Просто у вас выходной, и в воскресенье вы приходите в храм, причащаетесь, и все, отключаете до понедельника. Вас не потеряют, вас не будут вот прямо прибегать и вызволять, думая, что вы там погибаете, и вам надо уже окно разбивать, и дверь снимать с петель. Но, с другой стороны, вот положитесь на это. Вот что, собственно, делает нас человек? Нас делает человеком то, что мы можем остановиться и подумать, что мы можем поискать какое-то решение в себе, и мы можем вынуть себя из механицизма этого мира. Это же очень важно. И в этом плане вот первая коллизия, да, то есть герой может проиграть, герой может выиграть. Это вот как раз тот самый читатель, третий, который вот для ребенка это игра, и в этом плане, ну, вот об игровом процессе мы уже говорили о том, как о механике. А что, если прекрасный принц окажется отрицательным персонажем, а велика ногор, живущий на болоте, единственный самый человечный среди них, а проклятая принцесса, красавица в проклятом состоянии, а на самом деле она, в общем-то, не такая уж и симпатичная, но вот тут уже есть повод, да, об этике, о красоте, о том, что в мире вообще правильно, что в мире неправильно, и это хорошая история. Либо же мы просто берем, да, и меняем, как уравнение с минуса на плюс, и берем историю Ромео и Джульетты, только будет не Джульетта, а Джулс. И понятно, почему родители против брака, и не надо вот однополого и так далее. Или, опять же, меняем Ромео и Джульетту, когда Ромео, это такой ботан, который сидит там у себя на балконе, а Джульетта, такая пацанка, приехала на байке и говорит, Ромео, я уже лезу к тебе, сейчас не боись, я запрыгну на балкон, разобью стекло, мы будем вместе. А Ромео не может решиться, и это уже совсем другая история, да? Да, отец Сергий, у нас буквально несколько минут осталось. Мне бы хотел, знаете как, подытожить наш цикл встреч двумя вопросами, как то, что мы сейчас обсудили, помогает отцу Сергию как христианину, именно как христианину, не просто как философу, размышляющему над вопросами о бытии человека, там и так далее. И какие книги отец Сергий перечитывает? Одно дело прочитать Саймака, например, а какую книгу, там, какой книге, помимо Библии, отец Сергий возвращается, там, с известной долей регулярности? Так, ну вот Гуарески, наверное, чем помогает, давайте начнем с этого. Во-первых, чтение, оно не должно возвращаться регулярно, то есть какие-то вещи, они оказываются отработаны. Например, если ребенку не читают сказок, у него проблемы со словарным запасом, у него проблемы с формулировкой мысли, но потом мы курочку-рябу не перечитываем, и букварь мы, может быть, храним из сентименталистских каких-то моментов, ну вот, постоянное перечитывание, это, пожалуй, ну вот, ну просто потому, что я люблю античное христианство, и там, в России Медиаланский, это блаженный Августин. Исповедь. Да, ну в первую очередь, но с другой стороны, там все достойно. Дальше всегда нужно пробовать чего-то, вот это очень важный момент, не перечитывать, а именно читать, потому что мы должны быть неподготовлены к этой коллизии, мы должны вдруг оказаться в ситуации, где мы определяем отношение. То есть если мы не считаем, что у Буратино было три яблока, а некто взял два, это же бред, это вымышлено, мы не можем потом посчитать сдачу в магазине, вот в этом, смысл в чтении, да, и потому что меня, например, интересует религиозное сознание в фантастических каких-то моментах. Ну вот видоизмеренный углерод, там есть новая католическая церковь, которая отказывается пересаживать сознание на флешку, а потом в новый носитель, потому что это означает отказ от воскресения, от апокалипсиса, от существенных моментов. То есть мы туда только движемся, но хорошо бы уже об этом подумать заранее. Отче, да, к сожалению, всегда приходится обрубать на самом интересном и вообще вот на таком подъеме вашем. К сожалению, время передачи нашей подошло к концу, но мы с вами сегодня договорились, что мы встретимся обязательно еще, для того, чтобы продолжить разговор... Уже о чисто богословских. О чисто богословских книгах и, можно так сказать, о каких-то новых тенденциях, ну, относительно новых в сравнении с 4-5 веком, там, и так далее, да, вещи, которые не так остро рассматривались богословами. На сегодня я вас благодарю, спасибо огромное. Взаимнейшую учу. Дорогие зрители, читайте, читайте хорошую, качественную литературу, воспитывайте, тренируйте свой ум для того, чтобы суметь иногда прочитать мир как текст. Храни вас Господь. Сергей Кислен jakieś михаилы. Субтитры создавал DimaTorzok